Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Вышли в четвертьфинал Кубка России и возглавили ФНЛ. Крылья советов удачно начали 2021 год. Проявили настоящий героизм. Баскетболисты Самары выиграли важный матч, уступая 18 очков. Попрощались с болельщиками до осени. Хоккеисты ЦСКА ВС завершили свой сезон. Футболисты самарских крыльев советов удачно начали 2021 год. Сначала они разгромили команду Премьер Лиги в Кубке России и вышли в четвертьфинал. А затем в битве за лидерство переиграли принципиального соперника в первенстве ФНЛ. О победах на заснеженных футбольных полях расскажем в следующем сюжете. Самарские крылья советов вышли из зимнего отпуска. Футболисты успели провести две игры и обе оказались чрезвычайно важными. Сначала волжане на выезде провели матч 1-8 Кубка России против команды из Премьер Лиги – подмосковных Химок. Для крыльев игра началась с заработанного пенальти. На седьмой минуте Иван Сергеев с точки не промахнулся. А на девятнадцатой минуте защитник хозяев Михаил Тихонов, совершив фолл последней надежды, заработал красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Быстрые голые удаления повлияли на дальнейший ход встречи. Крылья играли по счету и уверенно контролировали матч. Отразить свое преимущество на табло у самарцев получилось лишь во втором тайме. На 62-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. А в самом конце матча крылья дважды реализовали угловые. Сначала забил Егор Галенков, а уже в компенсированное время Никита Чернов. Итог 4-0 разгромная победа самарской команды. Своего соперника по четвертьфиналу волжане узнают после жеребьевки. Ну я еще раз скажу, по жеребьевке я бы не хотел ничего загадывать. Да, мы хотели бы, чтобы к нам домой приехала хорошая команда, чтобы мы играли такой матч интересный перед своими зрителями. Но давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, как вот все пройдет. Вот для нас любой соперник на таком достаточно высоком, ладно, четвертое финала, этапе будет очень серьезной. И мы постараемся сыграть качественно. А первенство футбольной национальной лиги для крыльев советов изобновилось сразу с гостевого матча против лидера турнира – Нижнего Новгорода. В первом тайме хозяева были ближе к голу. Несколько раз нижегородцы убегали в быстрой атаке, но так и не смогли их реализовать. Во второй половине самарцы прибрали инициативу к своим рукам. И свое преимущество смогли воплотить забитый мяч. На 77-й минуте Роман Ежов красивым ударом замкнул передачу Антона Зиньковского. Минимальная победа 1-0 позволила крыльям опередить Нижний Новгород в таблице и занять первую строчку. Понимали, что игра будет очень трудная. Во-первых, поле, ну и пока еще, не знаю, зимнее, весеннее, как его назвать. Во-вторых, то, что команда хозяев, ну действительно, наверное, самая одна из самых организованных в ФНЛ. И по тому, как она умеет, вот в том числе, ломать игру соперника, мы, ну вот, ожидали очень серьезного, ну такого, нельзя сказать, что сопротивления, но серьезных проблем. И они у нас на протяжении всей игры были. Баскетболисты Самары тоже провели две удачные встречи. Одну в Кубке страны, принесшую команды бронзовые медали, и одну в Суперлиге против ближайшего преследователя, укрепившись на первом месте в таблице. Подробнее в следующем материале. Матч на паркете МТЛ-арены стал вторым в серии за третье место Кубка России между Самарой и Купол Родники из Ижевска. Первая встреча закончилась 97-91 в пользу Волжан, а потому они могли даже проиграть матч с разницей в 5 очков и меньше, чтобы завоевать бронзовые медали. Однако проигрывать перед своими болельщиками не входило в планы самарцев, и они сходу стали наращивать преимущество, полностью переиграв гостей в первой четверти 27-10. Когда проигрываешь 27-10, когда проигрываешь в первую четверть, тяжело вообще, тяжело, когда так тяжело входишь в игру, тяжело держать ритм всю потом игру. Потому что инициативой владеет соперник, нам приходится догонять только. Так что это уже посложнее. Во второй четверти самарцы увеличили преимущество до 23 очков, и только после этого ижевчане вернулись в игру. Гости выдали небольшой рывок и сократили разницу до 8 очков. Но волжане своевременно отвечали точными атаками и большего сопернику не позволяли. У нас, я так считаю, что хороший коллектив, то есть все это все понимают, то есть все друг друга, так сказать, настроили, помогли в том плане, что, ну, не было такого разговора, матч за третье место, там, зачем и делать. Да, мы не попали в финал, но что получилось, то получилось. В третьей четверти Куполы Родники подобрались еще немного ближе к Самаре на расстоянии 6 очков, но дальше хозяева уверенно контролировали ход встречи, проведя оставшуюся часть матча стабильно, без спадов. Любая игра, нужно побеждать, и любая победа, она всегда приятная. В этом случае, да, конечно, в силу того, что мы в прошлом году кубок выиграли, конечно, хотелось бы повторить, но я благодарен ребятам, они нашли мотивацию, что они не играют в финале, и проявили себя, сыграли в полную силу. Самара победила в матче 93-83, и по сумме двух игр уверенно завоевала бронзовые медали. Принципиальный матч, который напрямую влиял на распределение мест в лидирующей тройке Суперлиги. Именно это обещала встреча Самары и Уралмаши из Екатеринбурга. Такой игра и получилась. Нервная, напряженная, боевая, с интригой до последних минут. Но началось все для хозяев паркета крайне неудачно. Самарцы первые очки с игры набрали лишь на пятой минуте. Гости же забивали уверенно и довели разницу до минус 13. Но к первому перерыву волжане все же немного сократили отрыв. Почему так произошло? На самом деле, я не знаю, я настрялся на 100%. Возможно, может быть, где-то перегорели. Не только я, а вся команда. Уралмаш – отличная команда, которая начала с самого начала жестко играть. И мы были не готовы к этой игре. Погоня продолжилась и во второй четверти. Показалось, что самарцы нашли в себе силы, но у команды снова перестало получаться в нападении. К середине второй четверти уральцы восстановили двузначное преимущество. А к большому перерыву его планомерно увеличивали. Команды в раздевалку ушли при счете 21-38 в пользу гостей. Как команды проигрывают, имея еще и большее преимущество. Просто были периоды, когда мы владели преимуществом. Были периоды, когда Самара владела преимуществом. Замечательная команда, лидер чемпионата. Игра, еще раз подчеркну, очень хорошая и очень полезная для нас. Хорошая, жесткая игра хороших команд. Долгое время Самара никак не могла переломить игру. Сократить отрыв не удавалось. И на последний игровой отрезок воложане уходили, сильно отставая в счете. Хорошая игра в пределе плей-офф. Обе команды бились, в принципе, на равных. Вначале у нас был гандикап. Потом преимущество это немножко сокращалось. А затем началось время для подвигов. В середине четвертого периода капитан Самара Антон Глазунов повел команду за собой. Сначала он набрал 8 очков подряд, а затем попал 3 трехочковых подряд. За 2 минуты до финальной сирены Самара впервые повела в счете 66-64. Всего за четверть защитник набрал 17 очков. Всего на 1 очко меньше, чем вся команда соперников. Поймав кураж, самарцы буквально додавили гостей, удержав преимущество до сирены. 75-72, волевая победа Самары. А вот эта игра настоящая, я считаю, это героизм. Это героизм и большая благодарность капитана. Он повел за собой, он начал забивать, завел всю команду. То, что он отсутствовал в первой половине, не знаю по каким причинам. Все это вернулось во второй половине. Самара сохранила первое место в Суперлиге. Хоккеисты ЦСКА ВС завершили регулярный сезон чемпионата ВХЛ. Самарцы потеряли шансы на выход в плей-офф. А потому в заключительной игре против мотивированного Ростова играли только, чтобы порадовать своих болельщиков. Как завершилась встреча, расскажем далее. В заключительном матче чемпионата ВХЛ в Самарском ледовом дворце «Кристалл» встречались две команды с разными турнирными задачами. Гостям из Ростова нужно было как минимум не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. А игроки ЦСКА ВС, лишившиеся шансов продолжить борьбу в чемпионате, хотели просто порадовать болельщиков в заключительной игре. По ходу встречи самарцы дважды выходили вперед, но каждый раз ростовчане сравнивали счет. Было очень тяжело. И когда мы сравняли, установка была в первую очередь только на оборону, потому что нельзя было ошибаться. Ни в коем случае. Ну молодцы ребята, достояли, вытерпели. Третий период получился напряженным. Ростовчане не рисковали и играли на удержание приемлемого для них счета. А самарцы никак не могли вскрыть оборонительные редуты гостей и не помешали Ростову выполнить свою задачу. Основное время закончилось в ничью 2-2. В овертайме самарцы сняли вратаря, чтобы все-таки закрыть сезон домашней победы, но пропустили в пустые ворота. 2-3 поражение ЦСКА ВС. Пытались вырубить победу в овертайме, о чем я говорил там ранее, да, что мы немножко на тренировках работали над этой ситуацией 4 на 3 в овертайме. Но, к сожалению, был момент хороший, не забили, неправильно отреагировали, получили в пустые ворота. Самарцы завершили чемпионат на 21-м месте. Другая команда Самарской области, Тольяттинская Лада, тоже не смогла выйти в плей-офф, оставшись на 18-й позиции. Регулярный чемпионат выиграла команда Югра. Кто станет лучшей командой сезона ВХЛ, определится в играх на вылет. Стал известен последний чемпион регионального этапа турнира детских любительских хоккейных команд «Золотая шайба». Первое место в возрастной категории до 11 лет завоевала команда из Сызрани. Чем наградили победителей, расскажет наш корреспондент. Победа на скорости, финт перед вратарем и точный бросок. Все исполнено профессионально. Но этим юным любителям хоккея едва исполнилось 11. Игроки в белом представляют город Сызрань. Ребята много тренировались, чтобы показать все, чему научились в финале регионального этапа «Золотой шайбы». На соперников они обрушили всю свою мощь. 26-0. Общий счет за два матча против соперников из Самары и Отрадного. Тренировались, да. Мы готовились к этим играм. Хорошо подготовились. Вот так и получилось. Сызранцы стали лучшими в Самарской области возрастной категории до 11 лет. И последними региональными чемпионами в этом году. До этого золотые медали в категориях до 13 и до 15 лет завоевали хоккеисты из Отрадного. В чемпионате сельских команд лучшими стали игроки из муниципальных районов Волжский и Кошкинский. Всего в соревнованиях приняли участие почти 1300 спортсменов. Такой масштабности удалось достичь благодаря строительству крытых ледовых аренд по всему региону в рамках нацпроекта «Демография». Та поддержка, о которой я сейчас сказал, это для нас очень существенная и, конечно же, для нас это значимо. Почему? Потому что, в первую очередь, количество желающих заниматься спортом, количество приходящих спорт, в том числе и спорт высших достижений, как раз благодаря этой поддержке. С 2014 года турнир проходит под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В этом году для призеров подготовили не только кубки и медали, но и сертификаты на приобретение хоккейной экипировки. Всех, кто принимал участие, участников, конечно, тренерский состав, судейский, организаторов этого великолепного турнира, хотел бы поблагодарить. Потому что большое дело делаем, и думаю, что оно будет продолжаться, а количество участников и команд будет возрастать. Победители регионального этапа представит Самарскую область на всероссийских соревнованиях, которые состоятся весной. В Самаре прошли городские соревнования по фехтованию на призы спортивной школы ЦСКА ВВС. В двухдневных турнирах приняли участие порядка 50 начинающих и титулованных спортсменов. С каким настроением принялись за борьбу шпажисты, узнал наш корреспондент. Готовы? Начали. Самый красивый вид спорта, не считая гимнастики. Так для себя определяет фехтование Елизавета Маркина. Впервые она взялась за шпагу еще в 12 лет, а к своим 19 заработала звание мастера спорта. Тренировки по 8 раз в неделю. Участвует в любых возможных турнирах всегда с охотой. Городские соревнования по фехтованию на призы спортивной школы ЦСКА ВВС прошли в честь Дня защитника Отечества. Вместе с Елизаветой за победу боролась и Ирина Охотникова. Чемпионка России, призерка Европы и мира. В марте она представит Самарскую область на всероссийских соревнованиях по фехтованию в Смоленске. Спарринг он всегда нужен. И за счет того, что постоянно выигрываешь, например, или хорошо показываешь результат, то появляется уверенность. Поэтому для меня такие соревнования всегда. Я тоже подхожу к ним ответственно. И это еще один шаг к будущему. Если учесть, что у нас пандемия, и буквально эти последние, начиная с марта 2020 года, практически вообще не проводили соревнования. Вот буквально недавно стали проводить. Я считаю, для детей это счастье, радость даже прийти и выступить на соревнованиях. Здесь надо не терять такую мотивацию, фехтование. Надо, чтобы вот это чувство не пропадало в уверенности в победе. Соревнования среди взрослых, юниоров и детей продлились два дня. В них приняли участие около 50 спортсменов. Лучшие участники получили грамоты, медали и кубки. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok